Сильный лобовой удар. Машина искорёжена. Внутри остался пострадавший водитель с подозрениями на переломы. Многие наверняка растеряются в такой ситуации. На будущие спасатели знают, как действовать, чтобы спасти жизнь и здоровье человека. Ребята работали слаженно и уверенно, но, к сожалению, совершили одну серьёзную ошибку, за что получили штрафные баллы. В реальных условиях чем это может быть чревато? Травмой. Для пострадавшего? Ну, да. Как для пострадавшего, так и для спасателя. То есть любое нарушение техники безопасности – это травма. Впрочем, в этот раз сам условно пострадавший никакого подвоха, судя по всему, не заметил. Как тебе в роли пострадавшего? Ну, ребята справляются с поставленными целями, делают всё аккуратно и красиво, безопасно, для здоровья. То есть был уверен в квалификации своих коллег? Да. Ничего не болит? Нет, ничего не болит. Полностью оказали медицинскую помощь, квалифицированно. Спасение людей требует не только скорости навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому будущим спасателям необходимо отрабатывать теоретические знания на практике. Лучше всего для этого подходят такие соревнования, в ходе которых имитируются реальные ситуации. Да и ребята с удовольствием в них участвуют, потому что хотят стать настоящими профессионалами. Спасателей мало, и они сейчас нужны очень. Иногда людям не может никто помочь, даже близкие. Поэтому в таких ситуациях есть такая профессия, как наша. Мы можем помочь в любой ситуации, от застрявшей кошки на дерево, когда пожары. Мы во всём поможем и, наверное, горим этой профессией, поэтому хотим стать. А эта команда справилась со своей задачей безупречно. Упавший в колодец молодой человек, как говорится, даже не успел испугаться. Его быстро извлекли наружу, оказав необходимую медпомощь. Молодцы, вот прям молодцы. Чётко, красиво. И, по-моему, это первое место у вас. Довольны сегодня с собой, нет? Довольны, довольны, конечно. Какие ощущения? Радостные. Долго готовились? Достаточно. Месяц. Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать спасатель, по вашему мнению? Смелость, в первую очередь. Трудолюбивость. Любить свою работу. Кстати, мастерство ребят оценивали настоящие профессионалы, за плечами которых десятки спасённых жизней. Упражнения были специально продуманы так, словно всё происходит по максимально сложному сценарию. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Вадима Куршева, Айвар Барануков, Архиз 24.